Вроде бы вопросник один, а сегодня он имеет влияние на 11 отраслей и институтов современного российского права. Итак, здесь вы видите схему Гражданского кодекса Российской Федерации. В обычных изданиях, которые схематизируют Гражданский кодекс, этой схемы обычно нет. Кстати, кто здесь юристы есть? Раз, два. А, вот еще один. Третий, да? Третий, четвертый. Хорошо, хорошо. Ну я тогда постараюсь еще более говорить доступнее. Это второй раздел Гражданского кодекса. Здесь вы видите глава третьей физические лица, глава четвертой юридические лица, ну и глава пятой наши публичные субъекты. Это муниципальное образование, субъекты Федерации и Российской Федерации. Эта схема полностью соответствует Гражданскому кодексу, но очень сильно противоречит практике, которая складывается и судебная, и на подзаконных актах. Здесь вы видите, у вас схемка пред глазами, значит, деление частные налогоплательщики, то есть физические и юридические лица, те, кто платит налоги. Здесь публичные налогополучатели, те, кто получает налоги. Здесь видите классификацию рожденные, то есть физические лица, а все остальные это придуманные, искусственные, моральные, в разные века, они назывались по-разному. Но суть в том, что это все придуманные субъекты права, это такие юридические конструкции. Теперь переходим сюда. Когда я пытался понять, что такое юридическое лицо, учился на каком-то курсе юридического факультета, я увидел противоречие между тем, что написано в Гражданском кодексу, и тем, что пишется в учебниках. Молотова никак не мог понять, что такое орган государства, юридическое лицо. И идея сама пришла в виде озарения. Я просто разделил юридическое лицо точно так же, как делится человек. А человек – это духовно-телесная сущность, надеясь, что никто в этой аудитории с этим спорить не будет. Чем отличается мертвый человек от живого? Душа есть у живого. Как только душа ушла, человек умирает. То есть на юридическом языке это называется так – субъект превратился в объект. Все, это тело, это уже не живое тело. И наоборот, когда происходит зачатие, что происходит? Момент зачатия? Душа появляется? Прогрессия не зачатывается к телу, да? Ну да. И что у нас на юридическом языке появляется? На юридическом языке? Объект. Субъект. Физический. Не, не догадали. Наследний. Ведь субъект появляется после рождения, когда врач-гинеколог запишет в определенную мерку, что вот он в 10 часов 0,3 минуты родился. А если в момент зачатия появляется наследник? То есть условие появляется, что если он родится после открытия наследства, то он будет иметь определенную долю наследства. То есть когда мы говорим с нотариусами, специалистами по наследству, все прекрасно понимают, о чем идет речь. И еще один момент. Когда тела перестает слушаться нашу душу, дух точнее, да? Потому что дух носитель воли. Дух приказывает. Тема что-то такое. Что происходит, когда вот эта вот проблема начинается? А? То есть мы заграничим дееспособности. Ну если, конечно, совсем. Одно дело, когда ты комментируешь дауны, они в принципе нормальные люди, да? А когда вот человек действительно начинает нести колесицу и так далее, да? Вот, когда он не отвечает за свое действие, мы ограничим дееспособности. На управленческом языке... Ой, опять микрофон трогаю. На управленческом языке это называется случился системный кризис. То есть система не может дальше, собственно говоря, работать, да? Ну и вот так как люди, которые придумали первый раз юридическое лицо, а это было в 50-м году после Рождества Христова примерно, да? Они, естественно, все были верующими, и для них человек был духовно-телесный сущность, естественно, да? Поэтому другой аналогии для искусственного лица не было, кроме как человек, да? И Платон говорит, что государство это человек, просто человек в большом размере, да? И Аристотель говорит по лите и так далее о том, что человеку духовно-телесной сущности у них как бы по-другому просто не могло быть, да? Так вот, здесь я просто разделил дух носитель воли, органы исполнители. У органов не может быть своей воли, если она появляется, да? Получается системный кризис, понятно, да? То же самое в юридическом лице. В уставе записывается, фиксируется воля учредителя, например, получить прибыль, да? Или там какие-то некоммерческие цели, да? И если органы, директор, там, совет директоров, начинают вести себя неадекватно и работать, грубо говоря, налево, то в этом юридическом лице случается системный кризис, и он банкрот и так далее и тому подобное. Опять же понятно, да? То же самое и с муниципальным образованием. В уставе мы фиксируем какие-то цели. Органы, по идее, должны выполнять. В субъекте Федерации то же самое и в Российской Федерации то же самое, да? Назвать собрание или совет директоров акционерного общества юридическим лицом никому в голову не приходит, да? Ну как совет директоров, представляете, да? Юридическое лицо, да как? Я кризис там, да? Это же ненормально. Но когда мы переходим к муниципальному образованию или, допустим, к государству, такой не комитет по имуществу, собрание депутатов, администрация президента, они почему-то являются юридическими лицами. Совершенно непонятно. Совершенно непонятная конструкция и так далее, да? Вот. Мало того, они являются еще и надвухоплательщиками. По идее, они налогополучатели. Вот как раз об этом я и задумался, когда начал конструировать, как-то в голове, эти вопросы. Когда в 98-м году с этой схемы я вышел, в том числе и теоретиками и так далее, меня принимали на смех, тем более студенты, потому что привыкли к определенным отношениям. Но я где-то чувствовал свою правоту и начал ковырять. Так вот, к своему удивлению, я узнал, что первым юридическим лицом, оказывается, был не частный союз, а римское муниципи. Впервые Рима не применили именно для общественного субъекта. Там, если в двух словах, римское муниципи – это завоеванная соседняя страна. И получилось так, что римское государство, пополис, ромаус, оно жило в очень интересных отношениях. Все отношения граждан с государством лишались в вертикальных отношениях, а граждане между гражданами в вертикальных отношениях, то есть гражданское право. Горизонтальные. А, горизонтальных отношениях, да. И никак государство не было подчинено гражданскому суду, лишались все споры тоже в административном порядке. А когда они в соседнем муниципе ее завоевали, они не захотели переносить те нормы, в которых жила римское государство, на публичный субъект права соседней и подчинили его гражданскому суду. И был конкретный прятовский эдит, который говорил, как же быть с этим обособленным имуществом, вроде никому не принадлежащим, а поступайте так же, как в политической системе, то есть органы, которые будут его представлять. Причем права и обязанности будут возникать не у органов, а у самой этой муниципи, в отличие от доверителя и доверенного лица. Я по доверенности, ну как там, у них были такие представители, я даже не помню, как это называется. В общем, они создали такую конструкцию, которая позволила очень удобно распоряжаться имуществом. Не нужно было всех спрашивать, потому что ведь постоянно меняется, кто умирает, отрождается в этой муниципе и так далее. И когда они оценили, насколько это удобно, они принесли на частные союзы, похоронные свои кассы взаимопомощи и на христианские богоугодные заведения, типа лечебницы и так далее и тому подобное, которые к тому времени уже были. Таким образом, все юридические лица распались на корпорации, где много членов, и установления, где членов нет. Просто, допустим, Гриша Чухин пожертвовал имущество на лечебницу, и вот эта лечебница живет своей жизнью, и у нее своей собственность и тому подобное. А Гриша Чухин, слава богу, почил и ему награду за то, что он пожертвовал свое имущество. Вот. И только в новое время, то есть это практически 17 век, вот эта юридическая конструкция была перенесена на государство. Почему? Хотя вроде бы это тоже государство юридическое лицо. Дело все в том, что где-то до нового времени считалось, что те налоги, которые платят физические и юридические лица, они становятся не собственностью государства, а собственностью царя, да, то есть одного человека. И он, как полномастный царь, как наместник бога на земле, да, этим налогами распоряжался во благо всех жителей. А раз он один, то не нужно было придумать какие-то сложные конструкции. Это был брошен человек, и, собственно говоря, ему все доставалось, да. Но как только начались буржуазные революции, разделили имущество царя от общественного имущества. Так, он стал подконтрольным, поэтому понадобились такие же сложные конструкции юридические, юридическая техника, которая называется юридическим лицом. И если взять любое, значит, учебник Шершеневича, Трубецкого, там, дореволюционный наш, всегда говорилось, когда речь заходила о государстве, что государство является крупнейшим юридическим лицом. Это не подлежало сомнению. Что же случилось в 17-м году? Ну, во-первых, большевики национализировали все средства производства, да, вот, и получился огромный субъект, который владел огромными имуществами по всей стране. И, естественно, внутри субъекта, раз он один, да, только административное право могло действовать. То есть, бери отсюда, вези туда, вот, и управлять, ну, грубо говоря, управлять в такой большой стране с такими принципами было невозможно эффективно. Поэтому во время военного коммунизма, если вспомнить этого товарища Преображенского профессора, да, вот, получилось так, что все разваливалось, и, в конце концов, вынужден был Ленин в 1922 году НЭП объявить, да, новую экономическую политику, суть которой – это рынок, да, много субъектов, которые торгуют между собой, гражданский оборот. Вот, поэтому понадобилось, по-моему, строительство гражданского кодекса, который был принят в 1922 году, в котором было все описано практически так же, как у нас, кроме одной малости. Они сказали, мы, конечно, создаем трест, трест, точнее, да, который лопнул там, даже фильм какой-то был, да, вот, и этот трест, завод, допустим, Кировский является, или Красная Кузница является юридическим лицом, с одной стороны, мы даже вкладываем в уставный капитал эти средства производства, но при этом они все равно остаются государственными, так? Мало того, этот трест является хозяйственным органом государства. Возникал вопрос, во-первых, ну, кроме того, зачем так сложно, да, вот, как, а как может быть двойная собственность? Потому что до революции, если ты передавал богадельню свое имущество, то происходил переход права от меня к этой юридическому лицу, да, все, менялся собственник. То же самое и с акционерным обучеством, то есть это было тоже абсолютно нормально, да, а здесь получалось, что создается, передается, но при этом остается государственным, да, военная собственность. В результате этого, так как цивилистов еще, ну, нормальных гражданских юристов еще было много, ну, вот, у них возник вопрос к власти. Ребята, а как вот вы, вот, они говорят, а вы умные, вот и придумывайте, да? Да? Было много различных теорий по этому поводу, я не буду их касаться, это глубоко слишком, вот, но самое главное, что пытались понять гражданские юристы, а как может быть купля-продажа между двумя органами государства, да? То есть вот орган и вот орган, да, как вот два завода будут торговать, собственность одна и та же, да? Как подавать медикационные иски из чужого незаконного владения, да? Собственность все равно государственная, о чем судиться-то, да? Вот, затем, вообще, как это можно изымать имущество, которое государству принадлежит, государству, да? 30 лет они спорили, и только, по-моему, в 50-м году Венедиктов, наш цивилист, сказал, что у органа возникает право, нет, он право, он говорит, возникает оперативное управление на это имущество, и вот оно может распоряжаться. Я вообще, конечно, ставлю памятник арбитражным судьям, арбитражный суд был, так сказать, да? Вот, которым никак не могли понять, ну, хорошо, один завод другому должен, да, и не может выполнить заказ, так? Как обеспечить другой завод свои, ну, свои, это самое, долги, да? Вот, они говорили, большевики отдельно издали инструкции, длиннющие инструкции, которые говорили, вот, на это можно взыскивать, а вот это нельзя, да? На метла там и какую-то там ерунду на деньги можно взыскание, но никак не в случае на средства производства. Из этого сходит, выходит очень интересное имя. А, на средства производства можно, но только в том случае, когда они вышли из потребления, то есть сломались. Вот тогда можно забирать себе, да, останок вы не сломанный, да, хорошо. Обеспечение гражданского оборота было удивительное, на самом деле, да? Я долго думал, зачем так сложно. Должно оказываться очень просто. Главная задача была соответствовать идеологическим установкам. Она очень простая была. Средства производства должны находиться в собственности государства. Большевики придумали совершенно изоидскую схему. Они не с помощью судов защищали государственную собственность, а с помощью вот этой странной, очень, конструкции, которая ломала все 2000-летние конструкции, да, чтобы защитить собственность. Но при этом, к чему они пришли? Гражданский оборот, вроде бы и нет, так далее, да, нормальный, полноценно не смог существовать в этих условиях, да? Гарантий не было. А раз не было гарантий, значит, не могло быть нормального бизнеса, значит, не могло быть нормального развития. Мало того, при постоянных ценах у нас возникал из-за этого дефицит. Здесь люди, в основном, молодые, да, мы-то помним, да? А дефицит – это скрытая инфляция. То есть они вынуждены были, когда вот полная разбалансировка, все равно отношения-то есть, потому что чиновник в Москве все равно не угадает, да? Вот. Они вынуждены были допечатывать денежки для того, чтобы вот эти расчеты между предприятиями происходили, да? А раз ты допечатывай денежки при том же объеме производства, то получается, что денег-то экономики больше, да? И цены на сапоги женские росли, они, естественно, уходили с прилавков и постоянных цен. Поэтому приходилось делать какие-то, там, в 61-м году реформу, там, в 91-м году денежную реформу, ну и так далее, или менее ценок. Вот такая рунда была, да? То есть это говорить о том, что это была нормальная экономика, естественно, невозможно. Это был по большому счету бред, да? Мало того, если говорить с точки зрения системного кризиса, то возникал очень интересный эффект. Если я даю право своей руке жить своей жизнью, то у него появляются свои цели и интересы, да? Отличные от моих целей и интересов. Если мы называем орган государства юридическим лицом, то у него автоматически возникают свои цели и интересы, отличные от целей и интересов общественных. Да? И это суть системного кризиса. Потому что, извините, государство начинается, похоже, на распыненку. Поехали дальше. Где-то в 64-м году приняли новый гражданский кодекс, где назвали уже оперативное управление правом. Это был такой хороший, значит, рывок вперед в отрицательном смысле. Потому что наши теоретики пришли к очень интересным заключениям. И конкретно господин Андреев, как сейчас помню, он сказал, почему вы считаете, что орган не может быть своих целей и интересов? Я считаю, что могут быть обязательно, и это их даже обогащает. Это прямо слова. Я долго ее искал, нашел. Естественно, мы переносим на сегодняшнюю. Действительно, обогащать можно. Причем здорово. Затем появилось, в связи с тем, что она тоже не решала проблем, проблемы накапливались в ближневское время, появилось где-то в 87-м году право полного хозяйственного видения, потом хозяйственного видения, и вошло Гражданский кодекс 1994 года со всеми вот этими советскими прибамбасами от права оперативного управления, права хозяйственного видения, понятия учреждения государственного, унитарное предприятие, которое на праве хозяйственного видения юристы понимают, о чем речь идет. И все бы ничего, но вот эти все виды прав, они как-то еще решали проблемы гражданского оборота в советской системе, но они стали абсолютным тормозом, когда речь зашла об обороте в современное время. Я как специалист по регистрации прав на недвижимое имущество пару примеров могу привести. Ну, допустим, решила бабушка наследство передать детскому дому, который является муниципальным учреждением, передать одну-вторую долю в праве своей квартиры. Все хорошо, только право оперативного управления, по закону, не делятся. И у всех крыша начиналась езжать, потому что ну как это вот все так? Поэтому выжимка моей диссертации, она говорит о том, что право оперативного управления надо отменять, право хозяйственного видения надо отменять, учреждения в том виде, в который сейчас они есть, тоже нужно каким-то образом модернизировать, понятие унитарное предприятие нужно просто убрать, потому что оно тормозит гражданский оборот. Все абсолютно отношения могут быть выражены нормальными римскими понятиями. Аренда, собственность, сервитут, залог, стандартные, да? Там еще общественное обладание есть, узуфрукты и так далее. Вот, мы потихонечку этому двигаемся. Еще одна историческая вещь, которая, я думаю, что вам будет интересна. По большому счету большевики что сделали? Они сломали вертикальные отношения, это административное право, да? И горизонтальные, четкие, понятные, да? Грубо говоря, предприятие действует в горизонтальных отношениях, продает, покупает, получает прибыль, платит налоги в вертикальных отношениях, да? Заплатил налоги, спи спокойно, дальше работай, да? Так вот, это они четкое ограничение сломали, и такое диагональное право, потому что орган одновременно юридическое лицо, да? И в то же время часть государства. Это вообще как? Непонятно, да? Поэтому они пришли к выводу о том, что советские отношения совершенно особые. Они по-другому, значит, должны строиться, поэтому они изобрели понятие хозяйственного права. Так? Дело дошло до того, что до 37-го года вообще не преподавали ни в одном вузе отдельно административное, отдельно гражданское право, преподавали хозяйственное. В 37-м году уж я не знаю, почему осудили эту практику, может, кого-то расстреляли, не знаю. Вот. И снова разделили, стали преподавать административное и гражданское право, но оставили хозяйственное. Так? И вот это вот, сумму вот этих всяких прав нам преподавали до, значит, где-то примерно 98-го года оно так и называлось, хозяйственное право. И я никак не мог отличить предмет хозяйственного права от предмета гражданского. Вот. А потом оно еще превратилось в предпринимательское право. Так? И на сегодня есть куча кафедр предпринимательского права, которое, по большому счету, ничем не отличается от гражданского. Так? Вот. По идее, это тоже надо бы так вот убрать, чтобы не мусорило. Да, чтобы не мусорило. Вот. Сейчас я гляну в свою шпаргалку, потому что очень много выводов всяких. А. Ну и сегодняшняя практика. Не поленитесь, залезьте, значит, в интернет. Положение Министерства юстиции Российской Федерации. И вот там вы видите очень простую вещь. Министерство юстиции является государственным органом, является юридическим лицом, без указания Организационно-правовой формы. Так? Это полное нарушение Гражданского кодекса, где юридические лица могут быть только в определенных гражданской правовой форме, да? Вот. И это написано в положении о Миниюсте. Так? Ну, если Миниюст допускает подобное нарушение, то, собственно говоря, всем остальным можно как угодно плясать. Второй пример, собственно говоря, откуда вообще, почему у меня, значит, работа ушла, значит, в Москву. Недавно в 131 законе об общих принципах организации местного управления была включена забавная вещь. Разрешили слить администрацию города, отдельное муниципальное образование, с администрацией района. Так? Это настолько противоречит всему, да, что у меня родилась такая жесткая статья, которую увидели, значит, люди, которые выпускники философского факультета, и потом, в общем, вытащили и так далее, да? Это, ну, совершенно непонятные вещи, то есть это говорит о том, что законодатели и те, кто их консультирует, в принципе, не понимают вот эти взаимосвязь. Ну и... В заключение гражданский оборот, который нарушен был, в принципе, с большевиками, это, в общем-то, в первую очередь основа бизнеса, да? Это вот перетекание прав и обязанностей, да? Гражданский оборот должен быть так существовать, чтобы были гарантии у контрагентов. Если эти гарантии нет, то тогда, естественно, повышаются риски. А если риски выше, то тогда и процент по кредитам выше, да? У нас сейчас очень хороший процент, до 20% победителя, да? В лучшем случае. Вот. Это все очень угнетательно действует на сегодняшний, значит, и бизнес, и, собственно говоря, государственное устройство. А если говорить о том, что у нас все органы являются отдельными юридическими лицами, то очень четко можно сказать о том, что наше государство на сегодня представляет самую расчлененку. каждый орган действует так, как он действует, да? Какие-то написать стратегические планы дальние невозможно, потому что у них все равно свои интересы есть. Вот. Это государство неадекватно, его надо изолировать, да? И оно представляет огромную опасность для всего человечества. Вот на этом, пожалуй, я закончу. И...